Ловись рыбка. В Индиге состоялся третий по счету фестиваль корешки. Его участниками стали более 70 человек. Помимо основного турнира на площадке фестиваля для гостей организовали соревнования по национальным видам спорта, а также конкурс снежных скульптур. Репортаж Алины Ваучейской. Сердце Северного Тимана. Заснеженная и далекая Индига. Поселок, где рыбалка – один из жизненно необходимых видов деятельности. Именно здесь уже третий год подряд проводится фестиваль корешки. И рядом с вами есть такая ценная территория. Она не единственная. В Ненецком округе на самом деле очень крутая природа в целом, очень ценная. И вот столько много природных территорий уже создано. Миссия фестиваля – не просто порыбачить. Все гораздо глубже. Дмитрий Рябов рассказывает о национальных парках и заповедниках. В этих краях природозащитник впервые. Приехал на Северный Тиман из Мурманска, чтобы поведать маленьким жителям Индиги о защите природы. Конечно, дети интересуются. Все-таки здесь они живут очень близко, максимально близко к природе. В природе, можно сказать, внутри вот этого всего. И, естественно, они видят животный мир вокруг себя, в отличие от городских, например, детей. И все это им интересно. Но наша задача была их познакомить как раз с вот этой системой особо охраняемых территорий. Рассказать, для чего это, как они могут, может быть, поучаствовать в сохранении природы. Он удивляется тому, насколько ужасно это человечество, то, что рыбы уже погибают от загрязнения. Восьмиклассница Полина Иларионова демонстрирует нам героя будущего мультфильма. По задумке автора, мальчик выловил из моря рыбу в форме пластиковой бутылки. Сложность в том, что тут нужно сделать это корректно, и чтобы не было никаких помех. Ну, легче это делать на специальных программах. Организаторы мастер-класса сделали упор именно на ручной труд. Техника стоп-моушен предполагает перемещение в кадре нижевых предметов. Из них и получается анимационное видео. Героев для экологического мультфильма готовили даже из пластилина. Мы взяли экологическую тему, связанную, в общем-то, с рыбой. Актуальную сейчас. Это пластик. Почему? Потому что, в общем-то, и показать это можно интересно. Придумать, как выглядят рыбы под действием пластика. Как может человек измениться из-за этого. И как все это можно исправить, чтобы дети самостоятельно придумали, как вот эту ситуацию в мире сейчас можно исправить. Вниманием к природе здесь пропитано буквально все. Даже на мастер-классе по изготовлению сувениров дети шьют игрушку в форме рыбы. Основную площадку по экологическому просвещению развернули в индикской школе. Впрочем, фестиваль корюшки – это еще и про творчество. К выходу на сцену готовится дуэт «Невский блюз». Мария Охлебинская и Михаил Ярош добирались на далекий север из Санкт-Петербурга, чтобы исполнить на фестивале гимн корюшки. Мне позвонил человек и сказал, что он из поселка Индика. И что в Индике проходит фестиваль корюшки. И что он прослушал все песни, которые есть про корюшку в интернете. И что наша песня понравилась ему больше всего. И он хотел бы, чтобы мы написали песню про фестиваль корюшки в поселке Индика. Ну вот, в общем, мы с ним встретились, поговорили, потому что мы ничего не знали ни о поселке Индика, ни о фестивале корюшки в нем. Он нам все рассказал очень подробно и про поселок, и про фестиваль. В общем, так вот, собственно, у нас родилась песня. В корюшки в фестиваль даришь нам весною, И душевник праздника не найти нигде. Пусть погода наша холодна сурова. В день проведения рыболовного турнира на реке за минус 30. Крепкий мороз и яркое солнце. С самого утра в Индику прибывают гости из столицы Заполярья. К месту проведения фестиваля участники и зрители добирались в основном авиатранспортом. В Индике приземлились четыре вертолета и две аннушки. Впрочем, нашлись и любители экстрима. Вера Агапитова и Светлана Кустышева к фестивалю подготовились основательно. Даже заказали флаг, на котором изображена символика их клуба. Подружки по катушке. Девушки ведут свой блог про путешествия по Заполярью. В Индику добирались на снегоходах. Ехали мы где-то часов 12, получается, на снегоходах. Опыт, ну вот именно такой дальней поездки, конечно, он был первый. Мы обычно ездим километров 50-60 от города. В Данель Миноса мы ездили на День Ворона, в Каменку на гонке ездили. Но это все-таки немножко потяжелее. Да, здесь, получается, конечно, у нас испытание было своего рода на прочность. Вот еще обратно. На самом деле на экстриме, на адреналинии, тем более это новое ощущение. Поэтому все на самом деле это заводило, энергия заряжала. И на севере нет замерзших людей, есть плохо одетые люди, поэтому мы были нормально экипированы, поэтому все было комфортно. На сцене тем временем зажигает чукотский ансамбль «Кочевник». Публики демонстрируют аутентичные танцы чукотки и аляски. Артисты прибыли в Нинецкий округ по приглашению Союза оленеводов. Мы приехали сюда на снегоходах. Два дня ехали. Два дня, да. Круто. А будете принимать участие в ловле рыбы? Или вы тут как-то все-таки на выступлении? Мы все-таки в первую очередь как артисты, чтобы люди увидели культуру чукотки. И, конечно же, будет возможность, время, мы поучаствуем с удовольствием. Ну, по крайней мере, будем болеть за наших девчонок. По правилам рыболовного турнира для всех участников, а их 71 человек, дается общий старт. Каждый рыбак бешит к заранее заготовленной лунке. На льду, что говорится, и старым лад. Самому юному участнику 4 года. Ты поймал первую рыбу? Да. У каждого здесь свои секреты рыбалки. Многие уверены, что количество улова зависит от изысканной приманки. В общем, мы собрали всю информацию, какая была в интернете. Есть здесь еще такая кормушка самодельная, в ней с губри или килька тоже вот опускали. В общем, пытаемся все способы ловли и спробовать. А кто-то надеется на опыт и везение. Впрочем, в день проведения фестиваля большого клевого, что говорится, не было. Нет, я второй год. В прошлом году победили? Нет. В прошлом году неудачно вообще. А в этом году думаете? В этом году тоже думаю, что неудачно. Одна всего. На ловлю корюшки организаторы отвели ровно час. Следом взвешивание улова. Тем временем на реке начали работу остальные площадки. Одной из фишек фестиваля корюшки стал конкурс снежных скульптур. Организаторы заранее заготовили огромные снежные глыбы. И теперь участники делают из них различных северных животных. Что-то рождается. Рождается? Ну, сложно или поддается? Знаете, это же объемно. И надо как-то его еще... Мало того, что здесь плоско, а там тоже объемно. Надо же еще объем придать этому всему. Ага. То есть у вас получается рыба и медведь? Да. Вот морда медведя, да? Вот морда медведя, вот рыба там у нас есть. Вот рыба, видишь, вот голова рыбины. Ага, ладно, удачи вам. Это только на первый взгляд кажется, что вылепить фигуру из снега легко. На 30-ти градусном морозе работать инструментом довольно проблематично. Руки замерзают. Однако участники полны энтузиазма. Наша команда подружки-веселушки победила в прошлом году. Надеемся, сегодня будет тоже неплохой результат. А что за фигура у вас будет? У нас фигура самая замечательная для нашего края. Олень. Северный олень. Как красиво. Это вы уже так... Это мы уже так зарисовочку сделали. Здорово. Одной из самых популярных стала площадка, где проходили состязания по национальным видам спорта. Свои силы в метании тензея пробует Ирина Горбонос. Я занимаюсь ими уже на протяжении трех лет. В этом году я не занималась ими, участвовала в соревнованиях в школьных. И сейчас решила попробовать себя вот именно на реке, на корешке. Здесь же традиционное перетягивание палки, а также национальная поясная борьба. Суть состязания – взять соперника за пояс и вытолкнуть его за пределы круга. Либо положить на лопатки. Она всегда была у малочисленных народов Севера. Да у всех народов борьба, она являлась борьбой. То есть это соревнования, обычные соревнования, борьба. Везде участвует эта борьба. И она, в принципе, у коренных народов Севера похожа. То есть везде пояса, круг и выталкиваются. На праздники корешки в Индике собралось более 400 участников и гостей с разных уголков Ненецкого округа. Многие приехали сюда за отличным настроением. Прошло это очень быстро. Мы даже не заметили, как вообще сам фестиваль прошел. Конечно же, эмоции переполняют нас. Мы очень рады, мы очень удивлены, что на нас обратили внимание. К нам прибыли даже аж четыре вертолета. И они вот прям видны здесь нам. Очень много гостей. И, конечно же, я думаю, что это удался. Фестиваль удался и, в общем-то, люди, наверное, остались довольные. Организаторами выступили Центр развития бизнеса Ненецкого округа с участием туристического кластера. Проект был поддержан региональным департаментом экономики и финансов, а также Министерством экономического развития России. По итогам главного состязания фестиваля рыболовного турнира самый большой улов у жительницы Нарьинмара Татьяны Шевдиковой. «Кубок и подарок!» «Главный приз выиграла женщина. Подарок на 8 марта!» «Что-то хотите сказать, можете?» «Не делайте снимать!» «Для меня это такая неожиданность, поэтому я очень рада. Спасибо большое всем. Спасибо организаторам. Спасибо всем, кто участвовал. Это был очень классный праздник». Алина Ваучейская, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».